Герман Стерлигов, который всячески русскую деревню и русскую землю плодоносище защищает. Он сегодня у нас в студии. Герман Львович, спасибо, что вы приехали к нам. Пожалуйста, я очень трону такими пафосными словами, которые не соответствуют, конечно, действительности. Потому что единственное, что я могу, не имея никакого ресурса, я просто крестьянин, это акцентировать внимание на очевидных вещах, на которых не желаете акцентировать внимание вы, к сожалению. Ну, корреспонденты, чиновники. Как это ты, Аббас. Вы как-то стесняетесь этих вещей. Когда вот сегодня речь идёт об итогах года, никому не приходит в голову, что главные итоги года, и в материальной жизни, не в духовной, это то, что почти до конца ушла вода из рек, почти передохли пчёлы, а следовательно, нам конец скоро. Вот главные итоги года. Герман Львович, что вы имеете в виду? Что будет с водой? Ну, что я имею в виду? Вот подходите к речке, смотрите, а речки нет. Это же уже всем видно, не нужно никакие консилиумы собирать. А это почему так происходит? Нет, потому что Роснефть и другие компании, американские, саудовские и прочие, качают нефть из-под земли. Другие компании добывают металлы, третьи руды, третьи компании уголь и так далее. Вырывают эти бездонные ёмкости в земле, и туда уходит вода пресная, потому что пустоты же заполняются, все шахты, всё заполняется водой. А много литой воды в речках и в озёрах по сравнению с тем, сколько мы сжигаем все это ерунды. Но Таральское море вообще высохло, как я понимаю, ещё когда мы были день СМИ, да, было гигантское море, а сейчас вообще нет. Высохло всё. Нету тигра, нету ефрата, нету Нила, нету Волги, нету Оки, нету Днепра, нету Енисея. Это остатки уже, остатки на дне текут. Пешком люди переходят в Волгу. Либеральная общественность говорит из-за глобального потепления. Либеральная общественность частично дебилы, большей частью, потому что все безбожники дебилы, это синонимы. Меньшей частью лжецы, которые в теме. Но эти лжецы, которые в теме, они же не то, что нас губят. Ладно, тогда было хотя бы понятно. Они же себя губят, они же погибнут вместе с нами. Когда упадут леса, и это будет с года на год, вода уйдёт ниже корневой системы деревьев, леса засохнут и упадут, всё кончится. Уже будет даже поздно вырубать электричество. А вырубить электричество на планете – это единственный выход сейчас из ситуации. Остановить научный прогресс можно только единовременным вырубанием спецопераций и спецслужб всего электричества на планете. Ну, вы же понимаете, что это нереально. Это абсолютно реально. Почему нереально? Я вот, кстати, Германа Леонидович совершенно поддерживаю. Нафиг нам электричество, нафиг нам вот эти вот технологии. Мы с тобой неоднократно это обсуждали. Не будет технологий, как ты будешь работать, значит… А как люди работали до этого? Посмотри на себя, тщедушное тельце. Ты же не сможешь себя приспособить никак на землю. Слушай, на тельце, это тоже будет другое. Вот за студией сын Германа Леонидовича. Вот это видно, крестьянин. О, пожал мне руку, я же… Он тоже не такой родился тогда. Мне аж больно стало. Ну, да будет, то есть дело. На самом деле, посмотрите на меня. Я же доходяга. Я когда переезжал с Рублёвки, пока занимался бизнесом, на меня без слёз было не взглянуть. То есть, окрепли в процессе. Конечно, и быстро приходишь в себя, когда трудишься, ешь настоящую пищу, на свежем воздухе, пение птиц, свежий ветер, купание в воде, ну и так далее. Если вода останется, конечно. И поэтому надо сейчас вырубать электричество, и это весной, кроме руководства и его гвардии. Ну, то есть, князи, условные Росгвардии, они будут собирать дань и поддерживать порядок, судить и так далее. Ну, как всегда было. Но римяслов ещё должно быть какое-то. Вы представляете, ладно, там Люмпин пролетариату нынешнему, которому ни пожрать, ни развлечься, ничего, ему и помирать-то не страшно, уже всё обрыдло. А представляете, как обидно будет подыхать буквально тем людям, которые имеют миллиарды, которые добились всего. Ну, согласен. С риском, волей, там, мужеством своим, добились всего, украли даже. Они, жизнь удалась, они думают, а тут раз, и подыхать. Подыхать в результате чудовиственного форс-мажора от страшных болезней, от мутаций. Ужас, страшно себе представить. Это, прежде всего, заинтересовано в отключении электричества, просто им догнать это надо, они не догоняют пока. Те люди, которым удалась жизнь, президенты, олигархи и так далее. То есть, вы поддерживаете, вот, есть в Америке некие амиши, я, кстати, там был. Нет, это другая совершенно история. Амиши – это еретики, это вообще другая тема. Там это более вероисповедальный вопрос, он сейчас не важен. Нет, я понял, что эти протестанты, это несколько другое, но я имею в виду именно их идея. Когда мы говорим об отключении электричества, мы говорим о том, в чём заинтересованы все люди в мире. Вообще все. А почему именно электричество? Потому что сдохнуть всем придётся. Потому что без электричества встанет промышленность и разойдутся в разные стороны мегаполиса. На третий день буквально, потому что не будет воды в мегаполисах, без электричества нет воды в современных мегаполисах. Всё идёт в природу. Это ж не блокадный Ленинград, где там его осадил, но люди черпают из Невы и пьют. Тут черпаник из Москвы реки, и всё, те сразу конец мучительный настанет. И поэтому мегаполисы разойдутся в разные стороны сразу, и промышленность встанет. А значит, прекратится добыча подземных скопаемых. То есть вода переходит уходить в бездну, перестанут дохнуть пчёлы, перестанут умирать всё живое. Вы уже неоднократно говорили про то, что пчёлы подыхают. Конечно. Почему пчёлы дохнут? Потому что мы ненадолго переживём пчёлы. Если пчёлы подохнут, они уже почти все подохли, то прекратится опыление всех растений. Мёд делается сейчас на заводах. Натурального мёда практически нет. Вот у нас есть Комитет продовольственной безопасности Российско-Крестьянского собрания, который возглавляет мой сын. Они проверяют продукты питания на натуральность, прежде чем они поставляются на наши прилавки. Из тех, кто грудью в грудь себе бьёт кулаками и говорит, что у него натуральный мёд, один из девяти из десяти натуральный мёд. А про вообще всю массу, которая не бьёт себя в грудь кулаками и не скрывает, что этот розовый, зелёный и прочий мёд – это китайское промышленное производство, где вообще пчёлы не имеют к этому отношения. Это 90% мёда. А из оставшихся 10% – 9 из 10 шарлатаны, которые травят пчёл антибиотиками, которые дают им сахар, это химия. И поэтому мёд становится ядовитым. И у людей аллергия от мёда. Смотрите, видите, какая проблема? Что говорят нам о крупный бизнес? Ну, вот какой аргумент они говорят? Они говорят, что из-за того, что мы используем вот эти вот все примеси и так далее, мы делаем продукт дешевле. То есть, он становится доступен для… Ну, а зачем? Они делают дешёвую отраву. А зачем нам дешёвая отрава? Чтобы мы подыхали от рака подиабетом. Ну, иначе некоторые люди вообще не могут это есть. Слушайте, ну, если у людей не будет возможности питаться из сети этой отравы, они просто вынуждены будут выйти и возделывать свои огороды и заводить скотину. А так им дают отравы для того, чтобы они не соскочили, чтобы они не сразу подохли, а постепенно умирали от болезни. Вон, все онкоцентры детьми забиты. Страшно вообще зрелище. И люди, как несчастные, закованные в кандалы крепостные, крепостные городского права, крепостного, остаются в городе. То есть, все эти сети – это система утилизации людей. Вот принц Уильям, английский принц. Он открыто выступает с тем, вот недавняя его тронная речь, он говорит о том, что главная задача, стоящая перед человечеством, как хозяин говорит, это метрополия, это сокращение численности населения. Ну, это же Мальту, это же вечная тема. Нет, не вечная, она появилась с того времени, как появилась эта постиндустриальная тема. Пока была индустриальная, люди были нужны. Нужны были гулаги, коллективизация, общественная работа в США, нужны были людишки, чтобы все это строить. Сейчас все машины будут делать. Сейчас все машины, и поэтому люди не нужны, их содержать дорого. И поэтому принц Уильям говорит, сокращай численность населения. Как в колониях сокращают численность населения? Их загоняют в мегаполисы, и в мегаполисах травят, как крыс, из сетей. И потом все захоранивают или сжигают. Но люди-то живут дольше, дольше, все это время. Друзья, у нас остается... Нет, это, во-первых, это обман. Люди живут все меньше и меньше. Люди раньше жили долго. Вспомните, сколько жили наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Меньше. Да вы что? У нас все там 106, 102, 90, 80. Сейчас мы это обсудим. До нас, кстати, уже дозвонился Игорь из Белогородской области. Игорь, мы вас слушаем, приветствую. Добрый день, добрый, вернее, вечер уже, да. Добрый вечер? Да, я хотел... Чем вам год запомнился сразу? Мне запомнился год именно комсомольской правдой. Потому что я ее часто слушаю по мере возможностей. Очень приятно. А так, в целом, конечно, год больше позитива, чем негатива. Но когда слушаешь Стерлигова, конечно, в два раза этого позитива прибавляют. Что и в стране такие люди, которые могут двигать вперед и русскими словами, и лбом пробивать всю вот эту брешь, которая творится у нас и в мире, ну, в стране в первую очередь. Конечно, я за то, что я вот сам металлург и по образованию работаю металлургом. И вот, слушая его, ну, честно говорю, хочется перейти в крестьянство. Честно, это слово. Мне самому хочется. Да, я специально для вас написал книгу, она вот только сейчас вышла из инструкции по созданию своего крестьянского хозяйства. Я вам рекомендую, потому что вы сэкономите много денег и много времени, когда будете создавать свое крестьянское хозяйство, если научитесь на моих ошибках и не будете наступать на свои грабли. И это огромная экономия средств. Если бы мне кто-нибудь 15 лет назад, когда я начинал, дал бы такую книжку, ну, я бы даже не знаю, сколько я бы денег или лет сэкономил. Потому что есть очевидные вещи, которые нельзя делать и нельзя совершать, и я их перечисляю. Ну, то есть, то, что горожанам кажется надо, а на самом деле это чушь. Вот эта книжка посвящена этому, какие ошибки я наделал. Эти ошибки сэкономят вам очень много денег. Да, я да, это же. Еще одна новость интересная пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. 24 декабря Дональд и Миланя Трамп принимали звонки от детишек. Вот, значит, в рамках акции предновогодней. Предновогодней акции принимают Дональд и Миланя Трамп. Ну да, звонки. Тоже разыгрывают, как у нас шары. От детей, от детей. И Трамп спросил у, значит, одного ребенка, говорит, ты все еще веришь в Санту? Тебе же 7 лет, это же так странно, верить в Санту. И ребенок вот не знал, что ей делать, она была в шоке. И разрушил ему разницу. Вот на самом деле, шутка, шутка, мне очень нравится Дональд и Милан. Так, вы одобряете это? Да, я одобряю это, безусловно. Ничего обманывать детей. Нельзя детей растить на лжи. Детей надо растить на правде. Если растить на лжи, они вырастают идиотами. Если их растить на сказках, они вырастают язычниками. Ну в какой-то момент, до 4 лет, все верят в сказке. Не надо ничего, всегда надо правду говорить. Это правда интереснее любой лжи. Жизнь настолько многообразна, что тратить время на вранье, это вообще признак идиотизма. И Трамп мне нравится тем, что он правду говорит об ученых, что это вредители, и за это его ненавидит вся научная общественность. У него же беда с сыном. Его загубили врачи практически, проклятые. И он их, естественно, как отец их ненавидит. И мне Трамп близок этим. Он нормальный отец, нормальный мужик. И вообще, я вам скажу, что... А как вы к деду Морозу относитесь вообще? Это сатанизм, все даже неинтересно обсуждать. Знаете, какое может быть самое большое событие за этот год? Это может быть выборы Путина. Если Путин вырубит электричество. А знаете, какое самое большое событие за прошлый год? Ты Путин только что выбрал. Если... Да, только что я говорю, в этом году. Если Трамп вырубит электричество, которое там в прошлом году его выбрали, кто-то из них, если Бог даст, вырубит электричество. Кто первый вырубит электричество? Или ГРУ, или ЦРУ, или Кадыров, или Дутерта. Есть нормальные мужики. Посмотрите, у Трампа какая биография. Хулиган, нормальный парень, живой человек. Да и действует так. Вот мышь. Путина. Очень хорошая биография. Как же его расстройство? Хорошая юность, хорошая... Герман Леонидович, вот ребята, которые его знали в Питере, у нас есть общие знакомые, у них самые хорошие отзывы о Путине. Это очень дорогого стоит. Это нормальные люди. Значит, есть шанс, что они придут в себя и используют тот ресурс, который у них есть, на то, чтобы спасти человечество от гибели. А вы не думаете, что вы... Герман Леонидович, он же апологет всего, что вы называете сатанизмом. Все эти фильмы, все оправдиваются, проститутки и прочие, прочие... Да и я такой же был. Дело-то не в том, там любишь... Вы были, а он есть. Да я, кстати говоря, насчет много всего, чем согрешал Трамп, я и до сих пор согрешаю, так что не надо. Тут, знаете, сейчас речь идет о том, чтобы выжить. Ну, понятно. Сейчас речь не о грехах Трампа или о моих. Так, у нас звонок, давайте... Вот я про... Можно я еще скажу два слова? Давайте, у нас просмотрено, что-то уже получится. Вот мы говорили там про ужас, самобортов и так далее. Я вам скажу про то, как Путин защитил многих детей от смерти. Как это было? Это никто не знает. Это впервые сейчас прозвучит в эфире. Я никогда это не рассказывал в эфире. Вот сейчас решил рассказать. Он однажды ехал с Лебедем по дороге из аэропорта Красноярска в город. А мы тогда поставили, безотносительно них, поставили большие щиты, аборт, узаконник, где-то убийство. Я возглавлял тогда фонд «Не убей», ему поставили огромные щиты. И Лебедь поймал взгляд Путина, который остановился на щите, и он сказал, уберем, Владимир Владимирович. А Путин сказал, да не, не надо, пусть висит. Так вот эти щиты висели в Красноярске, пока не выцвели и не истлели. Уже не было лебедя. Уже прошли годы. Мы уже не платили за них, не знаю, сколько времени. Их не снимал никто. И в Красноярске, у нас там довольно активно действовал фонд «Не убей», там было резкое снижение где-то убийства. Потому что женщине очень мало надо для того, чтобы родить ребенка, а не убить. Ну, чтобы хоть кто-то поддержал. Мужики в основном виноваты. Да, мужики очень виноваты. Все виноваты. А тут ей что-то подсказывает, она увидела. И вот Путин своими словами, своим отношением показал, во-первых, что он против абортов. И, во-вторых, он просто реально спас многих детей. И еще мы много чего можем не знать. Согласен. У нас на прямой связи Марина. Из Красноярска нам дозвонилась. Марина, с наступающим вас извините, что вы так долго ждали. Как вы будете отмечать свой Новый год? И чем он вам запомнился вообще, этот год? Спасибо большое. Здравствуйте, ребятишки. Я буду отмечать со своими детьми. У меня, как сказать, вы там столько много нехорошего сказали. И прямо даже страшно становится иногда. Это верный признак, что вы приходите в себя из состояния такого кайфа наркотического. Да, я вот прямо... У нас отрезвляющая программа такая. Очень это хорошо от этого, да. Начните с того изменения жизни, чтобы не праздновать Новый год, не участвовать в этом языческом сатанизме мерзости всей этой. Вот у нас... Это 1 января обрезание Господне. Но давайте вот в этом году Марина все-таки сможет участвовать в Новый год. Марин, послушайте меня. Меняйте жизнь прямо сейчас. Сью-секунду. Наплюйте на все языческие традиции. И не празднуйте больше никогда никаких языческих праздников. А празднуйте христианские праздники. Так, давайте дадим Марине-то слово сказать. Да, Мариночка, чем вам год запомнился? Да чем меньше женщина говорит, и чем больше говорят мужчины, тем лучше, я вас уверяю. Но тем не менее, да? Это все-таки наш слушатель, давайте не будем. Но я с уважением, я с любовью к ней говорю. Просто чем больше она слушает, тем больше ей пользы. Чем больше она говорит, тем больше ей вреда. Ну, что искушать человека? Ну, пусть скажет хоть немножечко чего-нибудь. Давайте. Чем год запомнился? Я вас поздравляю. Поздравляем от всей души. Все живы, здоровы, это самое главное. Имеется в виду все мои родные. Никто не ушел в этом году. Это очень для меня радостно. Слава Богу. Надеюсь, что в следующий год будет точно такой же. Оберегайте ваших детей от врачей. Прежде всего. Не отдавайте их ни в коем случае в руки врачей. Я стараюсь даже таблетки не давать. Правильно, правильно. Молодец. Продолжение следует.